здравствуй зритель давно я снова не снимала на камеру вообще чего-либо опять это будет обзор еды не совсем еды раз уж я не уехала в деревню решила что можно сегодня заснять этот видос вообще я вчера еще прилично всякого купила и позавчера я тоже интересного купила на сарсона не было времени мне еще там тарт накрыло потом огород все такое смысле сад так как я в городе как хочется в деревню и вчера должна была уехать но вот случилось у меня там всякое позавчера я планировала вчера я тоже планировала завтра уехать но у меня тут случились вчера яблоки я поняла что я с этими яблоками не успею еще у меня случились сливы у меня еще случилось брусника которую позавчера вчера купила по собственному желанию впервые в жизни наверное за свою сознательную жизнь я потому что сколько помню мне кажется и ела только моченую эту бруснику в чистом виде короче впервые в жизни я тут ела бруснику если вдруг какие-то вопли то я сейчас закрою балкон потому что там эти безумные дети меня они уже раздражают все таки я вот уверена нам больше чем на сто процентов мы там в детстве не орали даже если мы гуляли до 12 ночи мы не орали а тут мне кажется эти дети орут от того что большинству родителей на этих детей из глубоко плевать потому что вот есть дети которые их же возраста гуляют с родителями с бабушками дедушками есть те у которых родители работают бабушек видимо отсутствует или просто этим взрослым на этих своих отпрысков очень плевать и поэтому они так орут ладно разговор как бы не о детях меня аппарат их ну наверное чувствуется что меня слегка тут уже все под задолбало потому что как бы мне еще сегодня близные родственники говорят ну чё вот ты я тебя ведь не гоню чё вот ты едешь в эту деревню там же типа сейчас холодно и мокро и тут холодно и мокро этом хотя бы на улице торчу а тут чтоб на улице поторжать более менее так нормально надо в сад сгонять а в сад гоняю этим летом исключительно потому что как-то к земле ближе имитирую то что будто я в деревне собираю растения я в деревне в этот раз две два раза только вот жила пять дней по моему около недели вот это вообще какой-то полный трындец думала с абхазии приеду все лето протокчу или типа того раньше меня все время три года три лета подряд напрягало что у нас у всех в команде каникулы и они ой надо много сделать и меня соответственно загрузить а у меня лето воспринимается именно как наконец-то можно в деревню рвануть короче очень надеюсь что в субботу мои родственники поедут без собаки если поедут хорошая погода будут они меня с собой обещали видеть а если поедут собакой то я им часть вещей загружу потому что вот купила терку в в ашане но она у меня там и обзор из магнита специально терку для деревни потому что там терка была все проржавела я ее отправила разлагаться в земле у нас некоторые родственники всякие железные штуки которые уже непригодны для жизни с людьми выкидывают в землю они ферментируются и удобряют почву вот я примерно также дело короче с ними отправлю эту терку потому что вот здесь поедет ноутбук и вообще как-то ну она колючая для него она такая конкретная хорошая терка со всех сторон там терка полноценно 60 рублей что ли стоила ну в общем в крайнем случае я поеду воскресенье вот к воскресенье очень надеюсь уделать эти чертовы яблоки эту сливу это все что есть и если в сад мне завтра придется ехать то яблоки уже не буду наверное брать или совсем чуть-чуть но выкидывать их как-то жалко ну там уже хорошие падают с этой яблони но с нее столько яблок падает я еще на зоне кое-что заказала себе этому парню смысле близким родственникам должно вроде как 21 20 22 21 типа доставиться вот впервые жизни собираюсь платить просить озон там же 5 дней только лежит это все отсрочить это лежание на неделю и по 5 дней плюс неделю не знаю как это у них платная бесплатно это услуга еще наверное люди знают что у меня тут война с интернатом с провайдером была этом на стене у себя вконтакте офигевала да видим почему сейчас много болта я щас что нибудь вам покажу чтобы не просто так болтать это вот я опять давно не снимала хотя у меня такой ступор когда он давно не снимала ничего и думаю блин а чего вообще надо снимать что-то надо ли это снимать а вообще что-то кому-то надо и тут выясняется что эти обзоры все-таки кому-то нужны вот этот жратвы и не совсем жратвы и бытовухи еще что-то я планирую сегодня наверное успею еще монтировать надо как их там обзор этих запасов косметических что у меня там все просят ну этих мыльно-рыльных запасов и короче говоря оказался мыльно-рыльные не только я так выражалась и моя подруга еще и легкостью менее ее подруга в общем я там ступор иногда впадаю надо ли что-то снимать а тут вспомнила что у меня был такая тема с горбушкинского пинка съесть или выкинуть съедобное несъедобное я про нее совершенно забыла но тут у меня одна вещь есть которую надо будет обозреть если что-нибудь накопится то обозрю еще чего-нибудь если нет то в итоге только одну вещь вы меня пинаете там в каментах на стене в этом в ютубе или еще что-то что лёля ты там давно не снимала такую хрень типа вот эта хрень очень даже нужная хрень короче в общем я сегодня ночью заплатила за интернет потому что вроде он как устаканился мне там этот позвонил уже с третьего номера извини они извинились за то что у меня все лето практически лажала связь и связь больше не лажают я решила пока остаться с ними потому что я не очень понимаю как вот этот 2g 3g 4g интернет и там таким мелким шрифтом что связь у вас будет не факт что именно такая как обещано типа этот безлимит потому что может быть сеть перегружена хотя раньше у меня был мтс модем 2011 и несколько лет потом годах я с 2011-12 ездила с нетбуком asus на сессию с этим интернетом модемом и как-то в принципе более менее все нормально было но не не всегда и не везде точно так же вот то есть то нет и мегафон у меня был на мегафоновском телефоне и там если вот один тариф 5700 на год это 475 рублей в месяц получается безлимитного интернета надо будет покупать за 3 291 роутер короче грубо говоря 9000 надо выложить сразу ахапом оно конечно оплатится отработает но не факт что интернет будет нормальной сетью меня больше напрягает тот момент что подключала договор заключала год с лишним назад перезаключала когда переезжал с одной квартиры другую у меня было 100 мегабит в секунду и днем и ночью и круглосуточно и тут не и весной точно так же было потому что даже как-то интереса ради проверила сети было именно так и тут вдруг я приезжаю с абхазии и у меня но уменьшается а потом я заглянула в свой как он там личный кабинет телесервиса ткнулась на свой тариф и он у меня вдруг прописалась совершенно все иное не то что как было изначально 60 мегабит в секунду до 6 вечера и после 6 до ночи 40 мегабит в секунду ну знаете круто вообще так вот платишь 480 рублей в месяц за 100 мегабайт в секунду а оно тебе мало того что прописывается в обратную сторону уменьшается скорая так еще и грубо говоря месяц если все сложить эти дни у меня не было интернета или же была такая скорость что у меня в деревне у гамака скорость интернета лучше с телефона где связь вообще никакая чем вот с компьютера ну и все эти жалобы знаете вот меня так прикал вот эти вот ролик называется балкология в начале и магнит в конце сначала значит мне у тебя роутер что-то с ним не так я думаю да значит в 2014 году это был супер крутой роутер инновации все такое тут он за пять лет сдох да вот весной он был нормальным а летом вдруг стал плохой у меня проверил человек значит все нормально типа роутер все в порядке не знаю чего у вас такое нет бы сказать что мы ложанулись а у нас там у самих личные проблемы с нашим этим интернетом мне еще прикалывает что углический отделение яр телесервиса вконтакте оно вообще не бывает на месте огородилась а я не буду говорить это ругательное слово стифаретника давно там что-то не было она короче нельзя писать каменты не записать еще что-то можно записать личные сообщения но администратор группы непонятно где и может вообще не читать они меня название ли когда позавчера сейчас я чихну а может нет когда я позавчера ехала свыды чихну будь здорово лёля кот на меня посмотрел он тут чихал на днях я так офигела думал то ли он гавляется то ли еще оказалось просто чихает короче они не название ли я была в дороге на велике там билайновская смесь хреново ловила я им написала в этот думаю чё я вконтакте напишу они быстрее прочитают будний день же не выходные выходные им вообще бесполезно писать с пятницы с вечера до понедельника утра это не проверяется по будням оказывается тоже не проверяется им написала что здравствуйте вы мне там звонили по поводу интернет у меня не связь восстановилась типа все спасибо за помощь как бы ни хрена не делали ну и я приехала мне уже прозвонил человек с другого номера извинился объяснил сказал там что и как был типа сбой извините пожалуйста типа того что доставленное неудобство если у вас какие-то будут проблемы то пожалуйста дайте нам знать мы разберемся тра-та-та-ля-ля-ля им видимо жалобы мои на сайте начальнику стухнули по по жопке ремешком скажем так ну устроили разгон по первое число и они вроде как зашевелились а ну как бы я то уже готова была с 1 сентября разорвать контракты смыслить с 1 августа к ним прийти и сказать знаете я перехожу другой другого провайдера пока яр телесервис и видимо все таки клиенты то старые все же чуть-чуть до нужны в общем вся сеть у меня восстановилась я захожу в контакт думаю ну проверить там прочитано не прочитано не прочитано она в сети вообще не было этот администратора и телесервиса в контактовой углической группы ну я спасибо контакту можно удалить сообщение которое еще не прочитали причем удаляется на взаимной там и там типа как бы не было я это удалила как бы ну суть такая что я решила с ними пока остаться потому что в принципе ну привыкла я телесервису в любом случае если в сентябре опять будут сбои я им пожалуюсь они будут тянуть кота за одно место интересное которого моего кота отстрижено и у кота костра то отсутствует у других котов имеется короче будут тянуть кота за хвост хорошо вот так и снова типа у вас роутер больной а у нас здоровый то я с ним пойду мегафон принципе разорвать контракт всегда успеется к тому же мне в мегафоне выдали бумажки там два варианта как подключение и такой и другой и третий даже ну несколько вариантов и при желании можно в любой момент прийти суть такая если у вас проблемы с яркой или сервисом углического отделения сначала вас проблема в роутере ой приехал посмотрел с роутом нормально потом у вас проблема ой у вас ноутбук слабый я думаю весной мой мощный ноутбук был мощным а летом стал слабым мой слабый ноутбук был сильным другой а летом стал еще таким же остался как был так и был мой компьютер мощный был мощным но он друга слаб потому что у ярки ли сервиса случился сбой это не ярки ли сервисы новаты это исключительно моя супер техника да и любая другая техника вот мне так прикалывает но нет бы тупо сказать извините мы ложанулись там где-то у нас бой произошел у нас там эти каналы стали хилыми я только не понимаю девять лет назад они по цветочному и на механке потом позже появились оно смысле я к ним подключилась позже но они уже давно были на тот момент на механке у них была нормальная скорость 100 мегабит секунду ничего такого все ништяк и вдруг с какого-то перепугу с лета этого года у них нет возможности делать эти 100 мегабит секунду на мегафоне при всем желании можно подключиться до 300 мегабит секунду и будет вам вот эта сеть да на том же долбаном 4g чё у них не так короче в общем все эти прелести вся эта война не знаю с кем короче весь этот конфликт затянувшийся непонятный я поняла что на если хочешь чего-то добиться на напрямую писать жалобы если тебя даже вот так я в следующий раз у меня вдруг случится подобный косяк что интернета не будет из телефона зайду напишу в личные сообщения я телесервисом украшенской группе они соответственно его не прочитают течение суток не ответят я буду писать жалобу что так то и так то и так то и вот такая фигня то вставьте им пожалуйста по первое число пусть они наконец-то вспомнят что такое работать вернемся к нашим баранам в общем трапеза которая тут кручу верчу вообще-то я купила пергамент я уже не помню где его купила в каком магазине может быть в ашане что я тут на днях шастала на велике не поверите я сначала доехала до мтс а потом значит думал у них написано на сайте интернет домашний как столько в ярославле этого ключи нет потом в мегафон в теле 20 что на всякий случай там вообще какой-то горяк хотя у меня подруга перешла с нтс на теле 2 их супер так рекламит правда теле 2 все точно хреново ловит внезапно на моей кухне как выяснилось потом зашла в мегафон потом зашла в афонию потом еще в этот куда-то по-моему да в ашане зашла в ашане наверно покупала что-то похожее и свалила уже обратно таким же хором соответственно в сад я уже не ехала ездила потому что в 5 я только из ашана вылезла вчера тоже ездила в ашан высшую лигу купила брусники там на рынке ну чё-то думала зайти к кореянке потом подумала у меня сейчас столько всего хотела чисто спаржу у меня столько всего такого это растений сейчас не охота ни роллов не спаржа ни вот это все фигни почему-то я только осенью зимой весной начальника охота плюс можно купить эту даже вашу афанасии на ростовской купить эту самую спаржу сушеную размочить и будут вам счастье в общем тут у нас трапеза кубанская тезе пергамент для выпечки премиум 8 метров марка что-то она такая по скидке совершенно была эта трапеза что тут у нас ее можно использовать и в духовке видимо микроволновке и в этой электропечке как у меня отличительной особенностью растительного пергамента по сравнению с полимерными пленками специальными видами бумаги является ее абсолютное экологическое происхождение воздухопроницаемость влагоустойчивость бла 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 короче в общем это купила я себе такую в ашане или может быть другую но похожую тоже длинная когда была и тут увидела в магните хотя я на самом деле я на озоне заказала себе не то чтобы силиконовый но какой-то из стекловолокна что ли или полимера хоза короче какую-то там типа коврик для выпечки помимо чая себе этому парню смысле ближнему родственнику женского пола пергамент для выпечки 38 на 8 990 он был по скидке я думаю что бы не взять даже если мне этот коврик будет ну вдруг чё куда понадобится эта бумага для выпечки я купила себе мочалку не поверите у меня там мочалка из могла из ну которая вот алена о бывший канал сейчас по моему блог алена или как то так круче алена овсянникова которая занимается посткроссингом насколько мне память не изменяет и вышивкой занимается и снова ведет уже по моему в третий раз реинкарнируется на ютубе канал говорила про мое вот это офигение до меня потом дошло массажная прямо короче вот это моя массажная прямо мочалка местами стирается что ли об мою тушку хз тот массажный прямо слой я думаю а мне что-то гели для дужа с той мочалкой как-то совсем не идут вот я мылом сейчас и фрашевским от лёльки из тюмени тушку мою намыливаю мыло на эту мочалку массажную прямо и все ништяк а вот гели как-то у меня там на очень очень много геля надо туда вылить чтобы пена была не знаю в чем прикол вот вот наоборот гели вот с такими мочалками очень хорошо идут короче мочалка тоже была по скидке молчалка для тела амур нейлон бантик 990 как она у них что-то 145 что ли стоила не знаю в чем прикол так подешевела даже дешевле чем какие черные когда подобное покупала на купилась и мочалки через новость могу пользоваться гелями для душа вообще у меня как бы еще есть это сорти может быть еще на месяц или типа того на половину месяца хватит но что-то я так подумала что бы не купить про запас до конца может года ее хватит или типа того чтобы не геморроиться не покупать там хотя у меня где-то еще лежит немножко порошка горчицы я тут мыла как-то можно мыть мыло обмылками вот этими от мыла я знаю что можно сделать за липушку но мне что-то как-то не быстрее уходят мытье посуды чем сделать эту за липушку что-то у меня это лето вообще как-то времени нету на этот youtube осенью я думаю уже будет ну как-то с октября скорее всего будет больше времени на youtube потому что уже не будет никаких садов огородов и прочей требухи короче клинки сорти нежный строг лицерина мята он сейчас по скидке сейчас скажу почем кайф это кстати в магните я думаю ваших магнитов тоже оно должно быть пятьдесят девять восемьдесят и тут у нас девятьсот грамм а четыреста пятьдесят грамм идет по двадцать девять чем то но я решила думаю почему бы нет свою по моему я покупала по двадцать девять последний раз так что в два раза больше коробочка будет стоять пока в про запас идет так я купила еще какую-то на самом деле эту пошла за сахарным песоком я покупала как-то 5 кг но они у меня уже ушли купила еще пару кг они тоже почти ушли в общем там был у меня закончилось масло которое потом обозрю съесть или выкинуть я специально эту бутылочку пока оставила но это другое совершенно масло закончилось у меня там есть бутылка масла которая до февраля следующего года живет надо ее уделать это слабада почему-то все время свободой хочу обозвать вот майонез это слабада еще подсолнечное масло слабада мне мой близкий родственник советовал что она покупает только альтера или слободу по скидке короче слабада у меня там стоит подсолнечное масло целая бутылка я вчера буквально открыла надо мне ее уделать за ближайшие полгода а вот тут я стабильно так покупаю когда на по скидке год что ли назад или полтора год назад за себя открыла альтера голден подсолнечное масло с добавлением оливкового третья или четвертая бутылка за всю мою жизнь как я покупаю особенно короче сейчас она идет по скидски 84 90 грубо говоря 85 рублей вот это масло я на нем жарю его в тушение добавляю типа того ну когда что-то тушишь для салата у меня там леновая маслица кстати мне что-то сегодня не выдали эту наклеечку или у них уже закончились эти наклеечки календарь скидок а это чисто в этом магазине наверное а может быть других магазинах да нет это только в цветочном скам магазине календарь скидок 16 08 25 процентов на колбасы туалетную бумагу 17 30 процентов на соусы кетчупы кроме акций других всяких короче вот такую хрень купила себе я была вчера в ашане как я уже говорила на счет совершенно забыла что у меня закончился этот каждый день жидкая вот эта фигня хотела густую фигню попробовать каждый день до унитаза но что-то совершенно забыла тут увидела думаю тут можно и раковину помыть у меня как раз раковину ванной на помыть учета вот всем чем пробовала даже это я шаловская фигню я но что-то как-то не отмылась короче гель универсальные зеленое яблоко санфор 750 миллилитров 49 90 грубо говоря 50 рублей вот такая хрена тень по моему этот санфор еще в фикс прайсе бывает у меня редко бывает в фикс прайсе он на куличиках заходит даже хоть я вчера была и пешкадрала но как-то туда не зашла что-то вот там вечно нет кондиционера есть шанс склеить ласта я тут пару дней как клею эти ласты короче я не буду все четыре пакета доставать но тут килограмм сахера стоит килограмм сахера 32 90 я купила 4 килограмма а еще пакет этот потому что у меня там еще была моя сумочка походная хозяйственная но она была битком набитая мне надо было в чем донести общему тут пакет пакет у нас стоит 4 рубля 90 копеек что мне вышло за 350 рублей 90 копеек мне зачислили 4 бонуса теперь у меня 18 бонусов на карте вот такие дела в общем вот такой болтливый очень обзор наверное мне надо очень редко записывать ролики чтобы удовлетворить и тех кто любит обзоры всякой жрату и бытовуки и тех кто любит вот эти болталки а может быть есть те которые любят и то и другое всем кто осилил спасибо всем кто смотрит рекламу моих роликах отдельное спасибо благодаря вам я 21 августа получу свою выплату вторую с ютуба в декабре у меня было 100 долларов в августе у меня 102 доллара офигеть всем пока